Иоанн Христитель. Как повествует Евангелие, родители святого пророка Иоанна, притечи праведной Захария и праведной Елизавета, жившие в Хевроне, достигли преклонных лет, оставаясь бездетными по причине бесплодия Елизаветы. Однажды, когда священник Захария возносил горячие молитвы к Богу в Иерусалимском храме, ему вдруг предстал Архангел Гавриил по правую сторону жертвенника и предрек старцу скорое рождение сына, который станет провозвестником Мессии, ожидавшегося Ветхозаветной Церковью. Пророчество Архангела Гавриила привело праведного Захарию в сильное смущение. Усомнившись в словах Архангела, он стал просить у Господа знамения, которое подтвердило бы услышанное. И мгновенно немота поразила маловерного Захарию. Вскоре так же, как некогда, Сара, разочавшая Исаака в глубокой старости, узнала и Елисабета о рождении своего первенца. На пятом месяце беременности она удостоилась посещения своей родственницы, преблагословенной Девы Марии, уже носившей в очреве предвечного младенца. В праведной Елисабете, исполнившейся благодати Духа Святого, первой открылась великая тайна, и она узнала в своей гости Матерь Божию. Святой Иоанн Предтеча, взыграв в очреве матери, такой радостью приветствовал преснотеву, носившую Сына Божия. На восьмой день по рождению Предтечи в дом Захарии пришли родственники и священники, чтобы по еврейскому обычаю совершить над младенцем обряд обрезания. В доме царила великая радость с рождением ребенка в семье снималось бесчестье, попущенное Господом. К этому дню полагалось дать младенцу какое-либо имя, и гости решили назвать его Захарией в честь отца. Однако святая Елисабета, исполнившись пророческого дара, настаивала на том, чтобы мальчика нарекли Иоанном, что значит по-еврейски благодать. Все были удивлены, ведь такого имени никто не носил в их роде. Недоумение разрешил сам отец мальчика, младенца, на вопрос, как же все-таки назвать отрока, он написал на дощечке имя ему Иоанн. И вдруг узы, связавшие его речь, разрешились, и святой Захарий отнес в уста свои и воздав благодарение Господу, начал пророчествовать о явившемся в мир Мессии. О своем сыне Иоанне предтече, Господнем и о грядущих событиях. Когда родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме, пришли волхвы с востока с расспросами о родившемся царе еврейском, Кироду. Последний послал Вифлеем своих воинов, чтобы они избили там всех младенцев мужского пола. Не забыл он и о младенце Иоанне из Хеврона, о котором уже слышал много чудесных рассказов. Замышляя убить отрока Иоанна, он послал в Хеврон убийц. Однако, в доме святого Захария никого не оказалось. Когда началось избиение младенца Вифлееми, в ополе стороны дошли и до Хеврона. Святая Ильдисовета вместе с предтечей Иоанном ушли в Хевронские горы. Святой Захарий в это время исполнял свою череду богослужений в Иерусалиме. Праведная Ильдисовета со слезами молилась Богу о защите. И когда с вершины горы она увидела приближавшихся преследователей, то возопила от всего сердца, обращаясь к каменной глыбе. «Гора Божия, гора Божия, прими, Матерь, с чадом!» Как повествует церковное предание, гора вдруг раступилась, образуя пещеру, которая сокрыла Матерь с сыном. Негодуя на то, что праведной Елизавете с младенцем удалось скрыться, Ирод решил отомстить святому Захарии. Он послал к нему своего оруженосца с поручением узнать, где находится его сын. В случае отказа выдать сына, Ирод приказал убить праведного Захарию. Святой Захарий отвечал пришедшим, что о местонахождении своего сына он не знает и что сам он, Захария, не боится смерти от рук Иродовых наемников, так как верит, что Господь примет его душу. За эти слова он был убит между алтарем и жертвенником и кровь его на мраморном полу сделалась, как камень, свидетельство преступления Ирода. По преданию праведной Елизаветы, пребывая с младенцем Яном в пещере, чувствовала особое благоволение Божие, ибо прямо возле пещеры внезапно выросла финиковая пальма, кормившая беглецов своими плодами и открылся источник воды. По прошествии сорока дней со времени убиения святого Захарии представилась и святая Елизавета мальчика, мальчика, оставшегося в пустыне, взял на свое попечение ангел Божий. Так хранил и покрывал Господь святого пророка Иоанна, чтобы уготовил к грядущему Спасителю рода человеческого. Аминь.